и всем привет и подписчики канала umbrella t h incorporated на связи с вами ваш альберт вескер но это метро экзодус часть 2 сегодняшнего прохождения я не стал выключать решил сразу продолжить серьезно что мне тут 3 тут у нас шалашики и всякое прочее заразина которые извините так или иначе не перебираться пробираться искать собирать так что чему все эти хлопоты просто продолжаем только не говорите что здесь он как раз таки будет медведь я думал хотя я даже не знаю как назвать следующую серию первую серию утреннюю пока что да я буду делать чуть попозже назову первую серию марианна типа марианна же нам помогла тут темно поэтому я пока похожу с ночным виза здесь никто не против крайнем случае отключим его когда будем делать заставочек черт вот змея укусила теперь уж шатает а это куда ведет везде где-то змеи ну-ка гребаные змеи ненавижу змей ну что давайте вернемся что в принципе вот здесь я могу найти это что же какое-то место нашел зачем задыхаться артемыч ну серьезно я могу пешочком тут пройтись ненавижу змей вообще зона интересная сама по себе уже то есть это типа запруда что ли для ловли рыбы но если так то молодцы конечно ребятки заморочились постарались это генератор даже устроили уважаем это реально уважаем хорошие места ну смотрите да гребаные змеи давай-ка заряжай-ка мы идем отсюда давай уползай зараза я сюда иду тут наверняка что-нибудь есть его уже нашли что-то потерянное письмо люди я не особо надеюсь что ты найдешь что письмо но все же положу его на месте последнего разговора не возвращайтесь где бы вы ни были хуже чем здесь быть не может я думал вы ошиблись думал пожалеете но отказавшись тогда стрелять вы не стали трусами вы стали людьми а вот мы выстрелившие мы думали что стали сильнее взяли справедливость за рога и поставили стоило а на самом деле стали чудовищами мародеры приходили часто мы воевали с ними сколько я себя помню понятно убивали сколько могли но меня никогда не волновало но вырезать сдавшихся всех до сих пор пытаюсь отмыть руки от крови и песком и ее и залой никак не знаю что со мной но сейчас я очень жалею что не ушел тогда с вами то есть ты думаешь что они здесь будут до ситры другой стороны какой-то местный лагер так это какой-то пираты туда о врачок аккуратно здесь везде ловушки должны быть значит растяжки тут темно поэтому наткнуться на одну из них не сложно будьте бдительны я кого-то там слышу я кого-то слышу а тут еще и вода везде и сейчас кредка как мне все это дело не нравится ребятушки спират убили старайся особо пока смятая записка ребята я на нижнем хуторе бандитов человек 30 веду их от дороги продержусь еще с полчаса нога сильно кровит малька отправляю с запиской он молодец не трус удачи а малька отправляет записку молодец не трус удачи то есть там бандить бандите бандит 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 бандert значит могу не сдерживать себе где а я сразу пройду и там и там технически наверное пойдемте наверх устроен там массовый городовой а 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 ладно я перебью всех бандюк а а а то есть это жилье местных это не жилье бандюк а 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 ну ладно вот так постреле а да верните мне кран а ладно могу не стесняться а О, двоих одним ударом! Вообще красавец! Ну-ка, давай-ка, лись! На всех хватит! Вы ребятушек тоже прибили! Никто от меня живым не уйдёт! Есть ещё желающие? Парнишек пытали, заразы! Всех, кого мог, перебивал! Походу, больше никого не осталось! А, нет, ещё кто-то есть! О, вижу-вижу! Маячи там светом! И там что-то есть! В общем, надо сходить во все зоны! Ну, вроде, в остальных зонах я всё закончил зачисткой! Привет! Эй! Ты живой или как? Бедняга! А-а-а-а-а-а-а-а! Бедняга! Я бы его руки рассвободил бы если б мог! возьму коктейльчики мне все равно нужны сейчас мне надо еще в принципе у меня всего полно всех перебил кого только мог дождите это я что пиратов прибил только не говорите мне что я их прибил подождите кого я прибивал ты не моим не могу понять пиратов что ли я прибил или бандитов вроде как бандита да нет вроде бандит бандиты ну явные бандиты а ну пакуха пацанчик сдаюсь я пацанчик нахуй заразы значит того паренька убил не ям хорошо это меня успокаивать то есть его убил бандит которые напали вот на эту деревушку местную они всех тут перебили оходу когда я всех освободил это точнухался наконец-таки да ты звал да надо было и значит и не с ними нет спасибо что спас нас чужак не называй меня чужак называй меня великий бестер чужак а как же так вышло прости ты уже на последнем экзамене и ты сдашь его на отлично это точно как увидишь учителя скажи 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 что мы мы все переживем как он учил да если что я круглый отличник так что я освещаю тебя знанием пятерок и принесу все таки все таки все таки не переживай я его осветил я гений гуру и переживай я когда высшую математику сдавал вообще долгая история забавная может можно было как-то по-другому да может было вообще забавный случай был я тебе говорю но в целом в целом кстати я реально сдал ее на 5 причем с забавным способом потому что я нашел задачки которую мне дал педагог не одно решение то есть там из себя не отличались абсолютно все она пусть так пока болтает значит этого убили не мы это хорошо то есть этого сделания поскольку это сделал не я я ликвидировал всех бандитов не по-тихому конечно а с весельем а старый постели там мантра слушайте вот от этой зажигалки света больше чем от фонарика но меньше вот стоп вот смотрите я стольких спас теперь они просто обязаны мне подчиняться у меня целый коллегиальный коллегиальный суд коллегиальный суд собран я всех присяжных подкупил я спасаем жизнь и сам их и подкупил а мне по ходу к берегу да за лодкой а может не за лодкой черт побери я слышу звон отсюда но я не вижу кто его это олень ну ладно это олень он меня не особо беспокоит меня беспокоит тот кто звенит вот это меня реально беспокоит откуда звон идет откуда звон ладно давайте спущусь к оленью если что я всегда же могу поддеться наверх да ведь могу могу привет пока гребаные птицы гребаные птицы нет 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 не падай не падай дружок мост уничтожен и затоплен а тут вот что то есть а это походу ведет туда куда должно было везти да ну давайте сходим тоже что вы так пугаетесь я просто друг я никого не обижаю уж серьезно то чертовые олени куда это меня выведет о зайчики о смотрите куда это меня вывело а я видел ее с другой стороны я видел ее с другой стороны здесь можно перед конечно можно переждать так я и подумал только можно пособирать лут бесполезный лут и кого нет лут не бесполезный у него есть польза но по сравнению со всем тем что у нас тут просто капли маны небесные вот видите свет там это кто то из этих местных а это каньон тут что то должно быть что то великое то ценное какой то секонд хенд наверное местный не знаю что то интересное до убери и то и другое опусти оружие да не совсем в нашем стиле но мне нравится светлячки так так реально они очень красиво смотрятся посмотрите какая красота не думаю что оно идет на титул заставка года у нас здесь и вообще на заставку но все равно меня устраивает пока что что так или иначе нам в это здание надо еще войти слушайте здесь где-нибудь должна быть открытка я уже соскучился по открыткам дайте мне открытку дайте мне много открыток море открыток одну открытку десять двадцать семьсот дайте сколько бездонное число открыток дайте мне а химка они вообще здесь пыль убирают столько паутин это кошмар и они на этом спят ужас как они вообще тут любовью занимаются плодятся я не понимаю ненавижу иконы вообще я атеист лютый лютый атеист я останусь им до конца своей жизни кто потому что не говорил про оскорбление верующих и так далее атеист это атеист запомнить раз и навсегда не стесняйтесь этого никогда все атеист не давайте никому говорить вам каким вы должны быть это прямо вот всегда говорю всем всегда так подождите тут что-то шипит но я не знаю что я даже не вижу что а вот это была изолента он чуял изоленту как этот магнит работает и ищет изоленту я не понимаю интересно он ушел походу еще нет может быть а может быть и ушел привет ну как тут у вас экзамен последний привет я решил заснять экзамен экзаменационную церемонию оооо ооо да хорошо конечно но побольше надо вот так повыше о магистрских магистрскую издает так фокусное расстояние ну что знаете есть у нас не будет арт заставки это будет настоящая беда вот это будет реальная беда так даже те о я даже вот так просто сделал принт скрыт посмотрите шик серый долбой впервые где-то пригодился но извиняюсь закат вот он очень хорош мне даже нравится оставим его интенсивность рамку вот так о духовный экзамен назову если мы не наткнёмся сегодня медведя то назову его духовным экзаменом на всякий случай датика я сделаю с логотипчиком ну ладно я сделал без логотипа минуточку проверю да я сделал на был просто убедиться что реально сделал а то если не сделал я все сожрал бы потому что хороший кадр был а выжидать новый я не хочу не хочу выжидать новый кадр так уже время сколько съедать все это дело то есть если я промахиваюсь они еще где-то здесь валяются в милле тугит труппешник должен был быть один никто не на о сгодится тоже хотя сколько у меня вообще патронов ну точнее стрел осталось 43 ну неплохо нормально где-то еще на импорочка должна была валяться курятник в этот я походу еще не заходил давайте посмотрим и тут еще не было ведь иди черта не облутано все валяется мусорик он насачий бомжатник запомните там где мусорикона это ну чисто кроме бомжатник по моей по крайней мере мы по моим меркам это вообще умер сам вход было тюрьма местная мастер астрале 3 мантра а мастер астрале 3 мантра алярм шлярм клёром нет ну реально ребят это уже вообще кошмар какой-то это наверху то есть так ладно в этом были том были этот был вон тот дальний был таком еще не были да я буду все блутать а вы что думали буду каждому ходить так вот здесь точно не был не знаю тут ли есть вообще хоть что-то а нет конечно и черта подобного нет ничего интересного просто школьный автобус вот здесь однозначно валяется что-нибудь да и интересненькое они здесь наверно собирались только я не вижу их трупов а подождите вот обгорел а нет подождите а это они обгорели их то есть они их сожгли буквально да вот же зараза то какие о о я лампу сломал вот зараза ты я какая не лампу не сберег даже то трупа забирает тут местный что есть за местный байм как это не буду пусть висит для красоты и то что красиво жутковато аутентично так вот в том я был вот в этом не был еще а нет вот в этом я тоже был но по моему тут не все блутал нашел вижу одни иконы без своих икон жить не могут о кушку вижу а это яхта слушать я могу туда доплыть вот есть лодки нереально хотелось бы не доплыть смотрите-ка то кораблик то полноценный рабочий он там машина это бывшая асфальтированная дорога так но спуска нету так и реки это река есть ли я имею виду нет причала причала нет это плохо хотя тут есть дорогу вниз у нас явно ведут вот сюда хотя вон там наверху видите подъем какая-то калитка какой-то подъем тут где-то есть наверное вход наверх я в этом уверен так это по-моему я еще не облутывал до оказался этот был спуск вниз показался эти уже веревки начинает оказаться в темноте везде перебирали слушай ты штык вынужден взял бы автомат хороший может тут есть у них станок я бы подменял кое-что я в принципе я уже привык к тому с чем вожусь вот хорошая снайперская винтовка я наверно вот это только заменил бы наверное на что-нибудь получше а это тоже сам нет тогда разные патроны давайте ко мне два разные патроны мне давайте с разными патронами мне спокойнее с разными патронами мне спокойнее и я живу спокойнее все живы тихие и никаких никаких проблем нет по-скоримовски у нас охранка прошла а тут короткий спуск видите лестница то есть если мы что-то не соберем я туда забраться всегда смогу скинуть в лестницу и подняться хорошо очень хорошо мы только заряда не нашли о лодка да это лодки то есть теперь мне нужно туда плыть в принципе короткий путь сделать чубы и у нас только полчаса еще прошло принципе успеваем можно дом это дырявая это дырявая ах ты зараза то я тебе жизнь дала ты грязный дневник лагерь пустой где же эти местные про которых братки терли полей нет ничего нет в лесу что ли прячутся тогда чего с ними возиться ну главный сказал пошли комарь и накормили досоты ни хрена у реки стрельба мы все туда там рыжие олени завалил так бы из залепил по лицу вот вернулись хоть закуска будет утром не досчитались двоих часовых опять в лес искать нашли в наших прибитых деревьям стрелами горло перерезано зараза теперь мы точно знаем что вы здесь пропала группа рыжего они шли к церкви там внизу хутор был вот вы значит где прячусь но все мелкие допыкались а пацаны пакета чертей этих лесных сморят я сохранюсь сейчас ребят знаете я ему говорил что если кого-нибудь здесь тронешь и у меня помрешь вот ты у меня и помер за такое не прощается запомните ребят если у вас есть зараза которые примут желает вашей смерти надо их ликвидировать я его спас спас а он пришел и убил а как мне теперь наверх забираться только скажите мне на милость я же не понимаю хотя подождите-ка слушайте у меня появилась еще одна хорошая идея да она связана с вот с этим суденышком у согласитесь же хороший вид оба не согласился бы о красота автофокусировочка это надо обязательно потому что как ярко эйзенштейн о какой четенькая шутый только ну нет тут все таки закат не годится черное-белое нет давайте вот сейчас будем регулировать и мистику создадим корабль призрак а что хорошее видение мне нравится посмотрите какая красота выходит и ведь жутко настоящая жуть видите корабль призрак у пока неплохо если у нас не будет сцены с медведем это отлично хорошую замену составит так извиняюсь не туда нажал я вижу кстати там чему все это дело ведется она сзади за ним какие тут неудобные у них обходные ветки это барабан такой да ладно эту заразу я убил реально я спас чел ему жизнь сказал иди отсюда появишься прибью он что да мне на на все на племать я бандит я приведу своих и слушайте одно дело я понимаю ну не договорились черт с ним ладно но извините убивать нет ушки не в мою смену тут видел ладно я просто увидел материал но походу мне показался и светлеет уже я что думаю проблем уже совсем тем делом не будет а даже там вон дорога еще какая-то есть походу мне туда да походу мне вот сюда наверное надо так да а это церкви мне как бы к ней бы надо но что-то мне там не хочется быть не люблю такие места жуткие мне бы переночевать где-нибудь бы так мне бы переночевать перекантоваться хотя бы да ладно это местное поселение что ли поток я должен ну фиксируй это не будешь фиксировать мини черта то есть это местные деревни дуралеев везде гриб есть ну хоть что-то зафиксировал ладно нас с вами еще в целом 17 минут боезапас у нас огромный да этот нас вообще молодец вмещает боёк огромнейший давайте я перейду к все-таки на нашу многоскоростную систему уничтожения медведей это я заберу мне специально оставили записка охотника ребята не поминайте лихом если что на совете вы меня с подачи романовича прокатили но толик же перед смертью успел сказать что отогнал хозяина от лагеря зажигательной бутылкой сколько еще наших должно погибнуть сколько мы будем бегать от этой твари на совете я помолчал но тут скажу ромыч ты трус я прогоню у хозяина или погибну и тогда знать что ты со своей трусостью убил двоих вожатых вожатых ну ясно ребят готовимся сейчас нас ждет медведь вы посмотрите на эту красоту ребята я вот это беру даже хотя нет это же без наклона сделаю хотя нет может наклончик и сделаю какую сторону не пока по непонятно нет без наклона без наклона в этот раз без наклона знаете какая красота не прям рука сама делает так вот у нас с вами сегодня полно этих ой глаза а где луна о спасибо мерно-белая фильм апокалипсис о о согласитесь другое дело нет нет тут уже не открытка нет тут уже не открытка принтскрин скрин ой ой скрин ой такая музыка здесь играет ой я беру все-таки стоп подождите-ка огромное поле слишком много места поставок беру пока зажигалку в крайнем случае ой ну-ка снег пока пнв и достань-ка ружье я бы свечки позажигал бы походу это домик молодой слушай ну реально вот посмотрите сколько могил походу старый дом тут ведь раньше ну не дом но вы понимаете о чем я говорю тут походу ведь подождите тут наверное есть система быстрого подъема то или спуск то я вот че она должна же быть походу я ищу ой то я только что сейчас сделал походу я что-то сломал а во болты стоп тут походу много всего давайте зажжем тогда не будем тушить тут есть еще я был бы рад еще поджечь все таки здесь смотрите никто давно не приходил лавочки все разобраны растоптаны уничтожен уничтожен ну вроде никого из этих мелких я не утрогал а слушайте на мельника похож о марианна спокойно спокойно марианна не лезь ко мне я тебя не обижу ты не трогаешь меня я не трогаю тебя ты помнишь правила марианна марианна даже не смей даже не смей у меня хватит для тебя чтобы тебя сжечь полностью Дышь от меня Марианна Марианна, я тебе сказал уже У меня не... Ой Ладно Зато, кстати, я не сделал с ней фотку А это плохо Быстрая загрузка, давайте еще раз У меня должны были остаться Все наши запасы Это хорошо Подождем, пока прогрузится Миночку Так, ну давайте к Марианне опять отправимся Отлично Возможно, что даже сейчас поймаем хорошую заставку Ну Поехали Принскрида делай О, какой хороший Принскрид Да Марианна Ты знаешь правила Марианна, не смей Во Хотя Это не точно Зараза-то какая Ой Я сгорел за то, что она на меня напала Так Я хотел сделать... Вроде бы я сделал хороший такой арт застав... Ну, быстрый захват экрана Когда она вылезала на косо Не да, это не то Ладно, давайте мы сейчас тогда отойдем от нее Хорошее настроение Я ее подожгу И сфотографирую Вот это будет отличная арт заставка Ждем Так, подъехала Марианночка Ну, давайте Слушайте, дай тогда определимся Где лучше всего сделать тогда эту арт заставочку Я не знаю Наверное, где-то тут А если будет ее труп, тоже хорошо Так ведь Так, я пока делаю принт-скрины Вы не удивляйтесь, если будет перебои Ой, я прям вздохнул Марианна Даже не смей Даже не смей Не сможешь Не справишься Ладно А, ну давай Иди ко мне Во Хотя, мне кажется, это безумие Но А слушайте, отличный кадр Знаю Не самый лучший кадр в истории Нашего канала Но вы посмотрите Будто нашел джиографик Оператор Альберт Вескил Сегодня идет на фотографии Руди Самого жуткого создания в истории Принт-скрин Это, знаете Это как Ван Хельсинг Какой-то Ха-ха-ха-ха-ха-ха Вот этот мне нравится старая пленка вот это вообще шик print screen тоже сделаю да мне нравится этот изморозь вообще шикарно шикарно вы посмотрите на это если сделать концентрирование красота какая красота уж ребят я таю я просто тает милоты плана эйзенштейн мы сделали не очень закат ну нет какой-то скучноватый на согласитесь закат какой-то здесь скучноватый если сделать его потише и вот так черно-белое кальпсис а ладно мы сделали самый лучший кадр крышет меня крышет меня гори в аду и к и к и к и к и к и ой ах ты зараза-то какая а медведи полосатая мне надо уходить отсюда куда-то вот сюда давай перезаряжай а ну иди сюда мрян а мимо а ну иди сюда мрян все прямо сносит прямо меня хочет задеть все прямо сносит прямо меня хочет задеть ты куда ну вернись я не закончил мы ты куда ты куда ты куда А что дает это достижение? Ну-ка, минуточку, я бы сейчас посмотрю В общем, я посмотрел Ребят, ничего особо интересного Просто при первой стрече с ним Отбить его атаку Это как бы, ну, местное такое Можно было, наверное, не отбивать А просто сюда залезать и все А он там бы гулял бы Но, с другой стороны, я устроил хозя... Марианне прямо зажим Махач настоящий Да, я называю этого медведя Марианной Потому что ведет себя Соответствующе Так, ну-ка, день-ка Князюшка у нас сюда ушел Запасить совсем бы надо Всякого добра навалом Всякого хлам я полно А делать нечего В основном, только вот Динамит спасает Основной своей массе Вот это надо поставить И снайперка С дулом Да, я собираю по сути То, что у меня уже было Ну, что вы от меня хотите Мне удобно с таким оружием Мое украли А хоть, конечно, что-то будет Местный ванхельс и кунг хорош, конечно Мне нравится Но это все-таки не мое А, ладно Так Свет горит Хорошо Ищем открытки Это церквушка Значит, здесь должны быть открытки Берем О Сразу бензинчик нашли Ну, давайте запитаем тогда Местный завод Отлично Запускай Эй Ну, в общем, смотрите Есть что-то такое Самобытное Но я не вижу пока Ничего того, что нужно мне Тут бы хоть открыточку Хоть какую-то Повесили бы Ладно Свет включил И черт с ним О, сейчас с другом встретимся Чужак, замри Дитя Леса, привет Вот мы и снова встретились Хотя ты, небось, не помнишь Кто тебя из воды вытащил Помню, помню Молодец Меня, кстати, Олей зовут Я помню, тебя называл Мальчишка там Привет, красотка Это не ты сейчас Хозяину леса трепку задал О, да-да-да-да-да Охотники наши С ним давно не связываются А ты его вон как отдел Силен Да не, просто старый знакомый Такой, знаешь Замок заржавел Вот сволочь Прости, учитель Твой друг Леша уже на дамбе Сказал командир Ваш ждать не будет Так что времени у тебя немного Прости, проводить не смогу Сегодня на совете Пираты заявили Что нападут на ваш поезд Но без меня Они созывать совет Не имели права В общем, придётся Как всегда Вправлять им мозги Ну а пока у меня есть Время рассказать Куда тебе дальше Да Рассказывай До дамбы можно добраться только на лодке, а они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Понятно. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алешей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи. Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Ну я же твоих не трогал. А я тут еще побуду, надо за могилой учителя приглядеть. Подожди, это могила педагога вашего? Что, решил передохнуть перед рывком? Ну конечно. Это правильно. Может, расскажешь местные легенды, истории? А я задумалась тут. Рассказывай. Как хозяин тут по соседству шататься начал, наши редко ходить стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Учитель ведь вырастил всех. В лесу жить научил. Без него нас давно бы уже. Вот девочки каждый день щита и бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается. А ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Давайте послушаем. Вернулись. А там бандиты побывали. Как вспомню, комок в горле. Эй, верните экран. Даже рассказать не могу. В общем, мы с младшей группой, как выплакались, смотрим, учитель могилы роет. А Ромыча с остальными старшими мальчишками и след простыл. Ну, мы учителю помогли. Зарыли наших. Уже стемнело. Приходят и садятся у костра. Ромыч в крови весь. Одни глаза да зубы видно. Долго молча сидели. Потом начали рассказывать. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. А зачем прятаться? Идиоты. Идиоты напьются и из луков их. А подранков Ромыч ножом. Как оленей. Ой, вот скотина какая-то, Твоя Ромыч. Учитель, слушал, слушал. Я смотрю, у него подбородок дрожит, как сейчас помню. Так и не сказал ничего. Да они и сами всё поняли. А утром ушёл. Сюда, в церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал. Но мы с девчонками всё равно его навещали. То малины принесём. То совета какого спросить. Да, как парня хомутать. Понемногу оттаял. Но как другой человек стал. Молчаливый такой. Конечно, воспитал дегенератов. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам кто к нему приходился, говорил, что надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем извереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной лесопилке. В болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали. Как на мачтах. А как-то поймали десяток живьём. И всем мальчишкам испытания придумали. Убивать этих. Из наших никто не стал. А они их трусами обозвали. И с собой на разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились. Вот молодцы. Вот вы настоящие молодцы пионеры. Я никого из ваших не тронул. Все оглушил. Всех оглушил. Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются. Хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. А с Людкой что? В конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. А, так это про неё говорилось. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь? Я до сих пор радио слушаю. Надеюсь, что выйдут на связь. Даже не думайте, на да не нажму, даже не думайте. Не скажу. Её учитель надеялся, но она долго его не хватила. Какой же это? Ушли они в июле, а в сентябре он застрелился. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот. Но меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. Можешь, можешь. Смотрите. Это словно окно в иномир. Какие горы, красота-то какая. Если такая красота у нас реально существует. Я не беру в учет Кавказ. Кавказский город не беру в учет. Какая красота. А честно для себя сейчас сделаю картинку. Подождите-ка. Это я что, движение? Ним солнца управляю? Необычно. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. И красота-то какая. Слушайте, а вот если... Слушайте, вообще шикарно. Видеть неночку. Морозец. И вот логотипчик метро сюда. Это чисто для Девен-Арта я делаю, ребят. Это не пойдет на заставку. У нас медведь. У нас медведь. Он прямо как Ван Хельсик какой-то. И не потому, что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Так что и он меня уважает. Вот. Я больше всего с адмиралом ругалась. С адмиралом? Он у пиратов главный после Ромыча был. И с лесопилки уходить ни в какую не хотел. Мол, если уйти, и твари всю долину сожрут. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Радиация? Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Ну а адмирал не стерпел. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Не зря учитель предупреждал. Подожди, там радиация на лесопилке. Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться получается некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Сейчас только с мыслями собраться надо. Не люблю я говорильню. А ты, если хочешь, дневник учителя послушай. Он записывал понемногу. Вот это. Да? Почему же? Меня спасла, Алешку тоже. Ты же его спасла. Пойдешь с нами. Алешку себе мазоночку нашел хорошенькую. Ладно тебе уж. Кого не подвели. Могу я тебя утешить? Там вообще, кстати, поезд нас ждет или нет? О! А это мне уже знакомо. Много точек мы найдем. Рассвело как раз. Ну ладно. Давайте послушаем дневник еще учителя. Коль уж пока время позволяет. Радио молчит. Моя последняя надежда дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. Где же я ошибся? Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились. Чудовище! Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь, и чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу, и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Таковы дети. Некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне, и в конце концов ушли, и я отдал им все запасы горючего. Но как же их мало? Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам остается надеяться? Стоит ли вообще мучиться дальше? Да, ты очень умный человек-то. Ну, ничего. На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Ничего. Я им задам. Задашь, задашь. Учитель нас что, для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться одно дело. Нам нападать? Никуда не денутся. Успокоиться. Пираты. Мальчишки. Что с них взять? Ну, какие-то тут... Ага. Радио молчит. А, все. Моя последняя надежда дать им позитивную цель вывести из этого лесного тупика. Ладно, я пойду. Это оказалось миражом. Где же я ошибся? В общем, она молится. Не буду больше ее отвлекать. И так, как говорится. Что ж, давайте сюда спустимся. Я думаю, Марианна нас уже точно больше не тронет. Ну, хотя бы работает. Она там еще пока послушает. Как мантра. Мантра такая своеобразная будет у нее. Тут где-то был спуск вниз. Я помню. Где-то вот здесь он был. Ага, вот он. Кажется. Не уверен точно. Ага, вот он. Я бы сейчас сразу себя обезвредить. Или это не спуск? Здесь лежит вожатая Таня. Погибла, спасая младшую группу от стаи волков. Вожатая Таня. То есть, это уже после гибели учителя, да, их? То есть, тут чисто вожатые, да, лежат? Чтобы тут что-то было. Вот почему, когда я что-то вот нахожу, всегда что-то пропадает потом. Грабы. Переходы какие-то. Туманные, подземные. Прямо жуть. Так, подождите-ка. Я, конечно, хочу изучить все это место. Но давайте мы ее, наверное, оставим на потом. Бесполезница. А где здесь... Элементарный спуск? А, вот она где. Вот она где. Ясно. Эм, просто надо сразу открыть путь, а то потом... Ведь человек же не войдет. Человек же не войдет, а надо же посмотреть-то все это дело. Да и на судне побыть-то можно, я думаю. Эй, ты будешь залезать нормально, Артем, сегодня? Или как? Ладно, залезаем наверх. Верки я, как говорится, все открыл? Открыл. Все, тихо-тихо. Прекрасно. А это что? А, это просто система передачи сигнала. Давайте посмотрим, кто тут еще похоронен. Вот еще. Здесь лежит вожатый димчик. Убил четверых бандитов в рукопашном и погиб от ран. То есть, рядом с вождем, Лёг. Да, местным? О, здесь лежит вожатый... Воха? Он... Так, спас схваченного товарища, погиб в бою с мародерами. Да уж. От всякого, конечно, помирают. Но, чтобы от такого всего... Да, жуточки. А что поделаешь, таков круг жизни. Слушайте, тут есть как бы спуск вниз по кладовкам. Давайте я чисто спущусь туда, посмотрю, к чему это ведет. Не любопытно. Может, там какой-то кабинет был у него? Может, если кабинет... Мне любопытно. А, это выход такой, да? Своеобразный. Так, это единственный спуск. Ясно. Ясно, что ничего не ясно, но все понятно. Так, нет, включи обратно. Слушайте, здесь, в принципе, тоже может быть открытка где-нибудь. Не уверен. Беру. Если это система многозарядная... Многозарядная система? Вы это слышали? Вот только не говорите мне, что здесь эти заразы водятся. Компактная, мощная система обеспечит исключительно высокую скорость болтов. Беру. Лишнего никогда не бывает. Мало никогда не бывает. Вот повезло, наверное, им. У них тут вообще никаких проблем с пауками нет. Живут себе и все. И не тужуют. Так, а это куда? Это тоже спуск. Ну ладно, ребят. Вы это сейчас видите, да? Зеленая ни к чему доброму Тамба заражена И учитывая, как она прорывна и повреждена Она не выстоит долго Долина в опасности Что ж На этом давайте сегодня с вами закончим Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение Если да, лайк, комментарий Подписочка на канал А также подписка в группе Дискорде Вконтакте Девин Арти Ссылки вы найдете в описании к этому видео Спасибо всем за просмотр, ребят Пишите комментарии, как вам битва с Марианой Медведицей И вообще ситуация с этими Имбецилами из детского лагеря Ну, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение Всем удачи Хорошего настроения, до скорой встречи И пока-пока Еще увидимся, ребят Все же серьезно Вот тут радиация прям накопилась Они тут до сих пор живут Кошмар Субтитры сделал DimaTorzok